Добро пожаловать, мальчишки и девчонки! С вами ваша стратегическая девочка-волшебница Невермор! И мы сегодня посмотрим вещь, которая прошла как-то мимо меня, но это было несложно, друзья мои, это было несложно, потому что внимательность Невра на вас это в легендах. Мимо меня и мамонт пройдёт, не замечу. Но вещь вроде бы интересная, кстати, да. Мне её задарила компания Xbox, о чём они почему-то хотели, чтобы я очень рассказал сразу, поэтому говорю сразу. Но вы знаете, моё нежное к ним отношение. Кто читает наш телеграм, тот поймёт. Но игра вроде бы должна быть интересная, в том плане, что это что-то похожее на цивилизацию. На очень... Не, ну вы меня знаете, я скажу честно, как есть, поэтому на очень... немножко болевшую цивилизацию, так сказать, ну, самую бздюлинку. В детстве ей не хватало витамина графония. Поэтому вот. Но мы пощёлкаем, пощупаем. Кто у нас на вариантов есть? Ассирийская империя? Вот Афан Бисмарк? А ты что за красивая девочка? Ммм, Жанна Д'Арк. Ммм, за французов нет. А древний копатель Чёрного моря есть? Обманывание, конечно. А сзади он с другой стороны. Кто вы, мужчина? Токугава Иеосу. О, Токугава Иеосу. Япония. Что у нас получается? Строительство и производство увеличивается на 50%, если улучшение принадлежит к определённой сфере. Власть или армия? ВСК за пределами вашей территории и сил увеличится на 10%. А в открытый тип войны, война на уничтожение? Ну вы поняли. Это, в принципе, даже цивилизация в профиль, какая есть. О, даже разные варианты расцветки есть, да? Давайте красненький возьмём, как цвет коммунизма. И я чё скажу? Я за кадром даже не смотрел. Я вилл скриншот, но думаю, поделюсь своим первым впечатлением, первым ощущением. Вроде бы она и свежая, в сентябре вышла. Но чё-то как-то, знаете, да, не знаметели. Сложность Викон, сколько сложности? Да, мы видели, как цивилизация делается с сложностями, а мы сделаем ещё плюс 3. Викон нормально. Ну давайте хотя бы на графе. За Фелликс скажу, что это была сложность, мне мешала. А тип карты, чё есть? Предустановленная, а чё у нас предустановленная? Есть Глобулус, есть Инд, есть Север, есть Великие Озёра, Тор. А есть ли у нас самое важное? А, карта Земли у нас нету, да? Ну тогда давайте чё сгенерируют, то сгенерируют. До звезды стран 8. Города-государства есть. Ли. Скажите, пожалуйста. Тена график, кстати, да, можно отдельно осраивать. На каждую сложность. Не, ну чё, меня всё устраивает, меня всё устраивает. Давайте. Стартуем. Даже грузится у меня точно с той же скоростью, что грузится пятая цивилизация, просто. Отдельно прелестно. Прямо скажу, что да, молодцы, что пытаются. Те же пароходы тоже свои пытались что-то такое делать в Милене или как-то его там. Мы знаем, чем закончилось. Иксбокс тоже попытались. Да, мы сёгу, ну всё так вот, чё-ку-гава. А я это к чему веду? Что выпускать это, да, ну грубо говоря, 6 месяцев до 7 цивилизации, дело не особо благое. Хотите пройти обучение во время игры? А хочу заодно оценим, как обучение идёт. Итак, добро пожаловать в нерассказанную историю Ара. Поможем привести ваш народ к истинному величию. Реводация обязательно задмит другие страны. Для продолжения ещё лундира. Кномчики мышки по... Я чё хочу посмотреть. У нас есть еда, у нас есть золотишко. Нехарактерно для меня это плюс и всё. Есть камушек и есть деревяха. Ммм, есть ещё что? Есть резервы, какие-то непонятные ресурсы. Общая наука есть, наука есть. Хорошо. ВСД-то мы поняли, чек-лист обучения. А можно я вот сам посмотрю, чё на... Не, ну я молчать не могу, друзья мои. Я молчать не могу. Вот видите двух шакалов, нарисованных вот здесь. Вы их не видите, потому что они очень шакальной графики. Я даже сравню и скажу, шо это такое. Ну, 1920. Ну, таки нормально всё. Так дофига ли он такой шакальный? А, какой-то ацкиать. Город проставят. Ну, давайте скажем, чё у меня в городе есть. Откройте кно управления городом. Логично. А города можно улучшать. Выберите проект, на котором будут родиться ваши граждане. Каждый проект уходит на несколько ходов. Ясно, понятно. Что у нас есть, город занимает регион, как по стандарту. Не шеститайловая гексовая клеточка, что немножко неудобно. Но мне нравится, знаете, что за думка какая? Что вот сейчас мы стартуем и видим... Вот это было немножко в третьей цивилизации. Когда ты видел реально на экране города какой-то замшелый в хижинах забубенный город. Здесь то же самое. Понимаю, что с каждым ростом и каждым улучшением технологий он будет расти и улучшаться. А поэтому что мы можем сделать? Пока что он стоит на росте. А можем ли мы что-то где-то куда-то сделать? Выбор проекта. Во, с другой стороны. Занимательность набирает такая. Есть ферма, мастерские и жилища. Ферма производит урожай на 100% больше. Еда в этом регионе увеличивается и рот в городе увеличивается. Тут же есть разведчики, тут же есть копейщики. Причем я так и понимаю, что отдельного выбора купить здесь нет. Здесь на отдельных юнитах просто нужно иметь денежку. Ну ладно, давайте ферму сделаем. Выберите местоположение для... А, во, паньки. А вот это мы слезали, называется из шестой цивилизации, субрегионы. Пум-пум-пум-пум-пум. Что нам дается? Мы визуально видим, где будет лучше. По логике, возле соленой воды стоять не особо, а лучше стоять возле реки. Река у нас самая ближайшая вот здесь, вот возле гор. Поэтому поставим его здесь вот. Аля и все такое. Итак, ваш город на пути к самообеспечению. Через несколько ходов проект будет завершен. Теперь самое время обратить внимание на происходящее за пределами вашей страны. Вернуться на карту. Вы не знаете, что происходит в мире с заграницами государства. Ну, с помощью юнита разведчик вы можете это сделать и узнать. Там вас ждут хищники, другие страны. И... Автоисследование есть? Или я сам найду? Вот, есть автоисследование. Хорошо. На кончание хода Гудрад вырабатывает проект. Так, и меня смущает, что... А если это отображение условное всех врагов, то это не просто шакально. Это просто убершакально. То есть... Я больше за символизм пиктограммы, да? Разведчик в пути. Вы можете осознавать, что на других неотложных делах. Если нужно уделить внимание чему-то особенного, то будет срочное уведомление. Например, что у нас наука. Но до того как, скажу, что... Вот разведчика видно еще более-менее. Его путь тоже. Кем он там встречается, что это именно волк и какие-то там пантеры или пумы? Ну, такое-се. Ресурсы роскоши молюзки. Кого мы обманываем, друзья мои? Да, мы сравниваем эту игру с цивилизацией. Потому что невозможно не сравнивать игру с основателем жанра, который у быковцу кроет все остальные игры, которые пытаются ее бародировать. В графоне и в удобстве пока что нет. Ну, вы поняли. Синоним ко слову сосат. Чего мы можем исследовать? У нас есть общее дерево технологий библиотека. Угу. Ясно понятно. То есть до дерева мы не доросли. А тут прям для Невро. Исследуем все из этой колонки, из этой колонки, из этой колонки. Я не бугурчу на игру. Друзья мои, я не бугурчу на игру, но... Отдельный момент мне не особо нравится. Че по эпохам? Есть эпоха информационная и эпоха сингулярности. Казалось бы, двинулись немножко дальше, чем двинулась цивилизация в этом плане, но уже в шестой части сингулярность своего рода тоже была. Боевые роботы, возгуманизм, репликация еды, сосвоение ядра, рельсотрона, технологии Криспс. Вот такое, если честно сказать. Давайте что-нибудь назначим. Чем можно там назначить? Из хорошо доступного. Например, хранение зерна. Мы делаем фирму и храним зерно. Вот ваша первая технология. Как только вы исследуете, можете воспользоваться преимуществом. Разблокировать нам зернохранилище, рисовое зерно и все такое. Не, я что скажу, если бы это вышло в районе выхода четвертой цивилизации, то конкуренция была бы серьезная, да. Здесь же, ну, будем откровенны. И клеточки кривые. У, мы встретили племя. Иногда племена будут просить помощи, только вы отреагируете, повлияет на их отношение к вам. Племена, которые вас уважают, могут зайти в состав вашей страны, а более враждебные народы могут на вас напасть. Наведите курсорчик на панели статуса, чтобы узнать, как племя относится. Ох. Или новенькое относится. Можно улучшить, выполняя заданец. А заданец за чё? Укрепление позиций эффективнее на 33%. Действие чё-то, чё-то с кулачочком. Чё-то такое. Можно разграбить. Можно начать осаду. Не совсем ясно-понятно. Ну, двигаемся дальше. Мы ещё в эпохе глубокой древности. Ммм. Так, оленяшки и носороги. Кстати, носороги считаются хизнью животным. И могут напасть. Оленяшки, не ну. Я это смотрю на большом мониторе. Я чем ближе приближаю, тем шакальнее становятся олени. Даже не слишком разрешение смотреть-то дело. Обнаружена сторона. Обнажен тайник. Оба, где ещё и так бы. А тайник со снаряжением. Забытые инструменты и оборудование некогда витавших здесь людей. Часто можно найти товары, предметы роскоши и припасы. Ну, вы поняли, да? Вот те секретные хижины от древних цивилизаций, которые были в любой цивилизации. Давай, стрельфанул. Исследование завершено. Мисс Корис и кошка жена разблокированы. Мы дальше, наверное, возьмём трав... Или нетравничество? Бухлянское или животноводство? Трельба из лука. Старизация самой лучшей всегда была стрельба из лука. А здесь что? Тайник с снаряжением. Ммм... Ты можешь его разграбить... Как-то. Забытые инструменты и привезли ручка. Нажмите, чтобы захватить тайник. Я нажал. Да, добыто. Упорный труд себя окупает. Во-первых, ферма построена. А во-вторых, что мы нашли? Из тайника металлический слиток. Такого раньше не было. Улучшение фермы и постройка юнитов. Дойдём мы до тебя тоже. А, то есть мы нашли в тайнике только металлический слиток. Даже не технологию. Что-то как-то уже неинтересно. А здесь что? Развечки нам не нужны. Мастерская, мастерская. Да, мастерская должна улучшать наше производство. Ммм... Меня не знаете, что ещё смущает-то. Что-то у нас на регион всего... Раз, два, три, четыре площадочки. Одна из них занимает каким-то большим очагом. Одна фермой. И тут прям придётся следить за балансом. Ммм... Это интересно. Нас интерес. Неподалёг появилось войско другой страны. Или вы подошли к чужим границам? Скорее мы подошли, потому что чужая страна к нам вроде не ходила. Только волки позорны рядом. Да, мы нашли другую страну. Кто это такой? Кто это такой? Жанна Дарк. Да, лицевую анимацию произнесения текста ей не завязали. Ладненько. Если к логике лидера такой же острый, как и лазы калашаты, то это действительно опасный народ. Велкам, шули. Управление границами. Можно судить, можно верить в войну, предложить подарок. Ну, такой девушке так можно и предложить. Только мы нищие, что церковные мыши нечего предлагать. А что по границам? Можно открыть границы. Точнее, они открытые сейчас, можно закрыть. А, стоп, они закрытые сейчас. Действуют. Тогда мы тебе откроем границу. На следующем ходу. А еще их разведчиков осторожают с чертовыми этими волками. И угребают. Плюс у них есть медь. Визуально медь не отличается от золота, кукурузные початки не отличаются от урановой стержни. Ну, это уже такое мелочи. А Франция отклоняет ваше предложение. Чигайся. Ну, до свидания тогда. Мои от всей души, а не такие, нет. Ммм. Ну, ладно. Мастерская строится. Уровень города повысился. Достигли второго уровня. Население стало больше. И мы, наверное, могли бы забубенить нашего нового поселенца. Да, слушайте, она реально растет. Она реально растет. Она видоизменяется. На позитиве. Нажмите на регион, чтобы... А, вот как это действует. Это сложно. Это разжепенько. То есть мы не просто растем. Мы с каждым ростом захватываем новый регион. И в каждом новом регионе мы можем строиться. Это по-другому. Ну, давай, айти захватим. Двинемся к союзному племени. А потом мы его интегрируем. Кио-то. Построить улучшение в округе. Да, вот эти округа, которые доступны. И счету мы с этого дела получаем. А, чивочку получаем. Нет флага, нет страны. Предъявите претензию на новый регион для столицы. Ну, предъявили. Сейчас нужно будет лучники, чтобы защищать. А скажи мне технологии, что мы хотим. Животного сценарного. Или сбраживание. Тут виноградик есть. До него дорастем, и все будет окей. Сбраживание. Мастерская есть. Что мы можем еще построить. Да. Смотрите, в регионе эти добавляются новые возможности для постройки. Стражевая башня, охотничий лагерь, мастерская, жилище. Что да, жилище. Увеличивает на плюс 3 жилье. Нам нужно? Когда нужно. А можем ли строить параллельно? А вот в чем вопрос. И скажем еще одну ферму для улучшения процесса производства. Можем же, да? Да, можем. Смотреть в разных регионах можно строить параллельно. Это не считается центральным городом, но мы можем делать. А мастерская позволяет создавать корзины или пробытные инструменты. Каждое улучшение создаёт свой набор товаров, обладающих различными воревующее. Для создания... А, смотри, какая штука. То есть мы должны еще и... А. Не, ну надо же. Вы производите каменные орудия. Скорость создания зависит от того, какие показатели для города производства. Нажмите на еще какой-то компонент. Такой ресурс, как богатство, поможет вам ускорить создание. Компонентчики. Можно за богатство, может за древесину. Не, ну я если напишу, что за деньги все можно. Обучите военный юнит. Да бейсбалтаю. Иё-то. А... Как нам это сделать? Нас немножечко не научили. Военный юнит. Военный юнит. Разведчик есть, поселенец есть, копейщик и лучник. Вот что нам нужно. Процесс вроде бы пошел. Тащим-то, да? Ну, чё сказать, шакальность... Да, мы шакалов нашли. Шакальность в графоне не уменьшается. Ну, шакалы есть. А реакция на события? Будут происходить события в ходе истории, когда потребляют пристального внимания. У решения могут быть последствия. Не совсем понятно, о чём это, но мы нашли ещё один тайничок, и... Воу, мы нашли мисс Каррис. Туда надо расти. Так, давай, ты дошёл? Вот события. Мальчик, не старше 16 лет, приходит к вам и подкакивает от радости. Он рассказывает, что вместе с друзьями он карабкался по деревьям, и, забравшись на могучую дубу, они увидели странный холм, и поднимают жизнь, словно костра стол дыма. Юноша хочет узнать, что или кто скрывается в лесу. И просит вашей поддержки. Ну, если бы это была девочка, не старше 16 лет, это одно дело. Ну, мальчика можно отправить в вулкан, сбросить, и ничего страшного не будет. А если мы отправим разведчика? А счастье увеличивается на срок... 10 холопчина, красная, уменьшается, наверное. Плюс ювелёка, плюс керамические горшки. Если мы вооружаем мальчика и его друзей. Безопасность больше, или меньше. Ничего не понятно, но вооружаем мальчика и его друзей. Сам придумал, сам огребает. Да. Далее ачивку под названием Принесика. Предметы роскоши, с помощью которых город получает временные преимущества. Разные предметы ускоряют разные параметры. А не так, как циви, бубун сразу за всё. Так, скажи, ты дошёл, не дошёл? Ты должен был дойти. Так, ты, ты. Всё, собрать должны, разобрать. Репутация. Растёт благодаря вашим мудрым деяниям. И вы готовы заявить о себе на мировой арене. Странно набравшая больше всего репутации, к концу третьего акта будет объявлена победителем. Хы. А если я всех завоюю? Ну, просто вот тупо взял и завоевал всё. Винюшка разблокирована. Чан для брожения и всё такое. Теперь можно изготовление канала... Нет, керамик, керамик, керамик. Простой юнит. А в юнит не простой вы. Дела не ждут. Клонись под моей волей и всё такое. Обнаружен ещё один тайник. Серьёзно? Кто эти люди, которые здесь жили, почему у них так много тайников? Создание завершено. Каменное орудие. А ты создавай, создавай. Только не за деньги, а бесплатно. У нас ещё диктатура и нифига не коммунизм. Жилище готово. Вы завершили первое жилище по мере роста населения, чтобы все эти свои граждане жильём исчастливить их. А, ну-ка мы же целый жилой район поставили. Жильё плюс три, производство плюс три процента. Если местное расположение выроно центра города, жильё и лишится на два. И мы нашли в тайнике колесо. Мы живём на руинах более развитой цивилизации. И доедаем последней, что от неё осталось. Ну, а в игре вообще чёртное, что происходит. Вопрос другой. Сколько там до роста города? Уровень города с двух до трёх поднимается довольно медленно. Керамику мы поимели. Изготовление канатов. Ибо мы уже возле моря. И почти что можем. Новое племя. Доступен новый чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-рэйтинг. Во, да. Мы создаём себе репутацию. Ваша цель в ААРа превзойти в другие страны. Для этого у вас должна быть весомая репутация или ядрён батон. Смена акта приведёт к тому, что ничем не превращательные страны попросту исчезнут. Страна, у которой репутация выше остальных будет победителем. Повышайте её, чтобы вас помнят. То есть это грана выбывания И мы здесь на самом конце Да, нас обогнал даже Жанна Д'Арк Вот, все кто непримечательные Просто тупо вылетают Печаленько, что сказать Это вообще Делаем-то Военные юниты Офигали мы не делаем Не, мы делаем Мы очень даже делаем, только непонятно где Представитель племени рассказывает вашему посланнику о возникших трудностях Мы возводим памятник, подумать, которому нет во всем мире Но человек, который возглавил стройку, слег с недугом и оказался прикован к постели Не так-то просто найти ему замену Может быть, среди ваших людей найдется мастер, который сможет завершить строительство 15 древесина, 20 материалов Если бы я не пролюбил материалы сейчас на создание лучников То все возможно Возможно позже Возможно позже Повышение качества жизни Народ всегда хочет больше А лучники-то где? Да вот содержимое тайника Тайники, кстати, собираются даже без нашего участия Вот видите, раньше всех триумф Вам приходит видение Ряды белоснежных каменных колонн на вершине единокого холма Прославляющие страну ее богов Оружение такое укрепит положение страны в мире и ее роль в судьбе человечества Рупаль Возвести со над всеми Открыть цель акта Колосс Родовский Или колосс Родовский Взведите раньше всех Кому можем вообще его в принципе возвести Сбор богатства Копейщики Лучники Поселенцы Проекты не найдены Не, ну все шикарно Только непонятно где устроить Или мы должны просто набрать 150 репутаций первыми Тоже вариант Перейти в новую эпоху Обработка бронза На счету бы нет А нет, нет, нет Тогда мы не сможем закрыть все остальные технологии Это будет грустно Без животного отца это прям вообще огонь Да, вот я вижу, устроятся лучники Серьезно, пять ходов А у нас новый гений появился Вы как великий инженер или что-то такое Новатор Рост во всех городах С уровнем населения Нежели 5 Увеличен на 5% за ход А строительство в городах Увеличится Если инженер Имхотеп И Войско силы увеличится Если фухау Давайте имхотепа выберем Гений выбран Может делать самые разные вещи Служить советников Создавать шедевры Даже управлять войско Назначить гения Главным советником Доступно Назначено Каким эти советников Хочу назначить Даже не знаю Главным советником Да? Вот Заделали И мы все еще В первом акте И лучники Клепаются Супер Безбожно Медленно Почему-то Прибывает Посыланец От Жанны Дарк Как Прискали Наши Священные Книги Затмение Бриско Мы должны Усильно Молиться Чтобы избежать Великой Беды А можете Либо построить Залы для Молитв И богослужения Перед приходом Великой Тени Можем Помочь Потому что Минус 20 отношений С лидером фрации Такое все Плюс Уследование Плюс Репутация Плюс Верблюда И травничество Пошло Лучники Я Жуденько Извиняюсь Да Мы растем Если что Мы растем Мы растем На регион Со свиньями Потому Животного Мы уже Поимели Со следующего года Это будет Наша Соответственно Че Мы там Можем Построить Какую-нибудь Свиноферму Находничьи Лагер Я думаю Что да Это улучшение Сможет Обрабатывать Расположенное Здесь Месторождение Ресурсы Значит Вынес Погодите Погодите А что Мы на свиньях Там Можем Поставить Ферма Да Свиньяная Ферма Должна Копейщик Завершен Хотя Мы его Ни разу Не пытались Строить Так А где Извиняюсь Развернуть Вайск А Готов Копейщик Но готов Еще Лучник Так И У вас нет юнита В резерве Создать их Я то не против А дворец Новика Возовите дворец Кто помнит Третью ссылу Тот помнит Что это Самая шикарная В игре Было Достраивает На картинке Свой дворец И Мастера Создали Впечатляющие Ткани И узоры Для изменчивой Погода Можем Потраговаться Че бы Нет Они будут Довольны Да Вот Когда Интегрируем И Все Таки Где Наши Чертовы Войска Где Наш Военный Юнит Которого Мы Должны Увидеть Вы Увидите Я Не вижу Но Он Есть А Они Долго Собираются Отряд Начинается Готовиться К походу И совершает Сбор Через Трех Ода После Этого Он Будет Развернут В городе То есть Мало Просто Его Собрать Построить Не 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 Нужно Еще Его Морально Настроить Сбор Лучников Войска Никого Нет Ну Ладно Вот Они Наши Лучники А вы Двигаться Можете Да Они Могут Двигаться Где Ближайший Шакал Что Мы Наваляли Вот Тут На Север Лучники Вот Сюда Пожалуйста От Отравничество Есть И Ничто У нас Не Держит От Обработки Бронза Они Скорее Сами Си Перебьют Чем Кого Перебьют По крайней мере Волки Позорные Игнорят Шоу Бешеное И Че Берюш Да Берюш Слушайте А мы Строителю Без Балды Клемя КБ О них Нам Стали Довольно Ну Вы Поняли Парутина Города Государства Которые Вроде Да Но Витта Механика Продумана Уже Была Гораздо Лучше А так Еще Моему Тумай Позези Разбери Пожалуйста Ну Простой Юнитов Я знаю Пускай Простают Местами Немножко Неудобно Нет А Он двигается Только по клеткам Не двигается В пределах Клетки Тайник Брошенные По жидке И раскрыть Тайник Он не может Нужен Именно Разведчик Ну Честно Такое Началась Война Франция Бейла Войну Нам Не дайте Нанести Урон На вашей Стране В течение 25 ходов А Франция Наверное Такая Мы же Будем Любить Нежно Уважать 25 ходов Французы Давай До свидания И мы Вас осудим Конечно Да Но это потребует Наша репутация Это вообще В минус Поэтому До свидания Следующего лучника Мы просто Тупо не построим Они послали своих копейщиков От которых нам будет очень сильно больно Потому как они копейщики Ему лучники И они уже у нас в столице Пока мы их обходили Они зашли прямо Серьезно Карл Так Лучники Лучники Да разворачиваются Да Там никто не спорит Нас же будет долго И нас за это время поимеют Ваши войск Недавно наступили в бой Боевой отчет Слишком много цифров Для того Чтобы понять Что происходит Смотрим битву Конечно у нас Играет 300 Аспартанцев Нет 300 Аспартанцев Да Проиграли Безборно Анимация битвы Такое все Причем Именно что Анимация Участвовать Мы тактически Не можем Этого не Total War Битва проиграна И скоро Мы потеряем город Поэтому че Друзья Поэтому делаем Маленькую паузу И такие же Маленькие выводы От меня Графоний Шакалистый Да Иксбокс Мне больше ничего Не даст Но скажу правду Как есть А графоний Шакалистый Механики В самом начале Понятно Потом начинается Перегрузка 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 Миллионам окон Которые ты не знаешь Че куда Ну и сравнивая С цивой Не дотягивает Кто играл Пишите ваши комментарии Может вам понравилось Может я что-то Не допонял Расскажите Поясните Я не против Подискутировать Но пока что Знаете С трудом Три больших пальца Из шести кривых Где-то так Поэтому делаем паузу Не забываем Раньше Телеграм Дискорда Вконтакт Ссылочки Под видео В описании Всем удачи До встречи И увидимся Немножечко Папажа